Друзья, привет! Необычно так получилось, что, проходя мимо после встречи, мы зашли и увидели выставку ультрасовременного искусства. Вот, это будет мой экскурсовод. Очень приятно, я Роман, и мы будем смотреть сейчас прям неожиданно, я же обещал вам каждый день, выкладывать какие-то новые вещи, которые помогут сделать жизнь нашим интереснее. Пошли? Начнем. Да, смотрите, какая курица тут сзади меня. А, курица, мы не обещаем. Заканчивайте, она слишком высокая и самая красивая у нас. Вы что-либо слышали про нашего художника? Нет. Вот, он был политиком, потом был бизнесменом, но ныне он на Санкт-Петербурге выжил. Но, как говорится, приснился в страшную сон, расскажи о нем, и страх пройдет. Ужас. Вот, он скоро о нем и рассказывает. Но, поверьте, тут и более глубокий посыл. Это символ даже не войны между народами или конкретными людьми. Это символ борьбы человека с самим собой. Ибо счастливые люди плохих вещей не делают. О, слушайте, этот классный такой. Отлично. Трампа поймали. Клево. Трампа поймали из-за манифеста номер три. Здесь мы можем... А мясо натуральное? Нет, нет, это силикон. Даже и запах нет. Можно потрогать? Да, конечно. Потрогаем. Вау. А это даже можете упустить. Спасально для этого. Кусаются? Да. Я не стал это делать, но все равно. Да, конечно. Вот. А шоу, что-то это манифест номер два. Здесь показан манифест номер два. А что это такое манифест номер два? Это был такой скандальный перформанс. Он проходил... Счастливый. Он проходил в Терликовской галерее в зале русского авангарда. В том, что некоторые считают, что Донской так показал свое отношение к русскому авангарду. Но это не совсем так. Просто, когда вы смотрите на картину авангардиста, это же не мишки в сосновом бороться. Не, за что это такое. Вы сразу никогда не поймете, что там изображено. Вы приходится додумывать, фантазировать. А это сложно. Это работа. В серии ха-ха, штупырил автор. Да. Вот таким критикам насквозь отвечают. Что ж, вы себя считаете настолько идеальными, как эти девушки? Так займите на себя сзади. А сзади уже не так приятно. Так там, получается, как бы показали, что мы несовершенны. Да. Если по-простому, да? Именно. Здравствуйте. Вот. И видите, даже реквизит продается. Я вас уверяю, его купят. И мы еще наделаем столько, сколько будет нужно. Круто. Идем дальше. Да. Вы наверняка слышали про басню, потому что написано «Эзопа». Да. «Эзопов язык». Да. Он как-то рассказал басню про повара. Однажды попросили повара приготовить самое отвратительное, что есть на этой земле. И повар приготовил язык. О, Господи. Но мне нравится язык. Да. Но потом попросили приготовить самое прекрасное, что есть на этой земле. И снова. И снова приготовил язык. Вот оно, единство противоположностей и противоположностей единству. Даже язык такой милый, дружелюбный, но с другой ядовитый. Ибо языком можно реально отравить, и можно исцелить. Языком войны начинают, и войны же и заканчиваются. Ибо, если наши глаза – это зеркало души, то язык – это ее проводник. И поэтому шершавая часть языка даже похожа на извеянный мозг. Главное, чтобы эта связь была. Здесь нам пристали. Это наша для моего версия выставки. Здесь такой сообразный сюрреализм. Эти экспланерты вверх мы еще увидим. Но, как говорится, маленький кошка – большой клубок. Его мотают четыре дня. Он и полный эффект. Это большая работа. Клубочек веселенький. И очень ролик получилось. Да. Идем дальше? Да, конечно. А это? Вот, к нашей Шанель. А это просто про батареи, которые находятся сзади. Это отображение, оно прозрачное. Вот, это видео показывают и сзади тоже. Круто. Вот это здание Шанель в Париже. Вау. Есть такая теория, что если человек болен, не важно, чем грипп, простуда, его спасет не лекарство, а шоппинг. Шоппинг? Конечно. И вот армия маркетологов с дейзом People с Хавой готова нам доказать, что любая бесполезная глупость является настолько важной, что мы туда ручьем потечем. Будем так же барахтиться, как эти корицы. Вот так, друзья, да. Скучно вам, вы плохо себя чувствуете в магазине за шоппингом. Да, 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 именно. Вот это наш Микки Маус. Ага. Привет, Микки. Ну да. Дело в том, что Донской никак не мог понять. Это он. Да, это он. Он сейчас будет. То есть здесь будет табличка против всех. Значит, Сейна Анатольевна будет с запчат голая. То есть обязательно с красивыми, сиськами настоящими. Как у нее я сегодня посмотрю, что я ее показать, она покажет. Я так сделал. И с этих носочек пришли на него. И вот прям перед выбором будет такая знака лежать в музей эротики на Арбате в Красноправительской трассе, которая ведет в Кремль. Окей? Получилось? Да. Как стать свободным человеком? Свободно выражать своему мнению. Что нужно быть? Каким? Нужно выйти за пределы своего узкого сознания, поверьте. Но свобода – это большая ответственность. Не забывайте об этом. И тяжкое бремя. Вы должны это иметь в виду. Не каждому по силу это все. Класс. Что дальше? Вот наш Микки замечательный. Дело в том, что он отраслой, как человек, стареет. А наш персонаж детства? Нет. Как ни посмотришь, телевизор, он все время бегает живой. Александр Викторович. А, вот Александр Викторович пошел в халате. Просто он напоминает нам о том, что Микки Мауса снимает с 20-х годов. Что реально он уже такой. Он уже давно постарел. А мы от него все время ждем, чтобы он был героем. Так он у нас совсем старенький. Совсем-совсем. А, понятно. Время неумолимо, друзья. И каждый из нас, к сожалению, обладает только временем от рождения до смерти. Это никто не отнимет. Будет замечательная выставка «Супер Путин». Поверьте, Путин – это уже не просто наш президент. Не просто человек. Это уже образ. Его обыгрывают очень эргинально. Да. В Роттердаме, к примеру, мы видели меню в Кабаном-кафе, где Путин в мутающей тарелке. Это будет в рамках закона. Прекорите. А вообще фамилия Путин можно использовать как бренд? Она не нужна. Наш бренд – «Супер Путин». А, понятно. Класс. А это кто? А это наша Ксения Анатольевна. Ооо. Наша Ксения Анатольевна? Я надеюсь, что это не будет произойдет никогда. А, то есть вот так надо, смотри. И так, так можно. Видите, здесь она парит, а выше она вниз головы. И знаете почему? Нет. Потому что Александр Ликвидович Носкоч считает ее политическим переверком. Она же то была заново наняла, то против наняла. Она нанесла такую сумму, знаете, со стороны лидералов, что Носкоча всегда расстроился по этому поводу. И решил ее отобразить. Да. Класс. Да. Ну что, друзья, нестабильная Ксения Анатольевна? Нестабильная. Ну, довольно привлекательная. Ну, да, да. Своей любимой позе из йоги. Ага. Да. Интересно. Ну вот, ваши прогнозы, что она скажет? Вы знаете, она будет удивлена, и улыбка на ее лице будет обязательно. Но улыбка или сарказма, или искренняя улыбка, это будет, конечно, под вопросом. Я уверен, что она не останется равнодушной. Окей, хорошо. Круто. Мы ее ждем. Это приедет скоро. 4.00. Ой, друзья, если так получится и срастется, я, может, перенесу пару встреч. Я постараюсь вам это показать. Будет здорово. Что дальше? Вот это наш инкубат. Яйца. Вновь яйца. Поверьте, то, что вы здесь видите, это не рождение человека, а его перерождение. Перерождение – тема очень важная. Очень. Но не каждому это под силу. И кто-то забирается в нее обратно. Кто-то видит эту свободу за этой скорлупой, но не решился к ней прикоснуться. Но кто-то все равно убежал. И хочу отметить, что у этого мужчины на полке не ручка рисованная, а именно этот машинник. Гололи 4 часа. Бедненький. Да. А пустое яйцо. Кто-то ушел, кто-то все-таки выдался на свободу. Поверьте, это бывает. Это все это тени. А получается, что, ну, по большому счету, мы по-настоящему живем в инкубаторе. Да. А является ли возможным произведением Донского как раз возможностью дернуть людей из этого инкубатора? И как бы имеющие уши да услышат? Конечно. И имеющие уши да услышат. И вы знаете, мы в других людях, в принципе, видим только те грехи и грубо говоря, которые есть у нас самих. Безусловно. И мы должны увидеть себя в этих экспонатах. Если мы это сделаем, мы станем гораздо свободнее. Класс. И качественно. Да. Друзья, а вы в ЕЦЕ? Класс. Естественная ассоциация у этой батареи с отоплением. Ну, конечно, это естественно. Но поверьте, батарея, по сути, это единственное место в квартире, которому можно приколать. Танцовый прикол в детстве отец. Это очень сильно отразилось на его психике. А детские страхи, они самые сильные, которые есть в человеке. Здесь главный посыл. Не обижайте детей. Они всегда все помнят. Золотые слова по поводу детей, потому что это так и есть. Каждый раз, каждый конфликт в семье это непоправимая штука. И я вспомнил, однажды я слышал стихотворение, самое теплое стихотворение. Стоишь в углу, одиноко бледнее, но могу обрежаться к тебе, потому что ты. Батарея. А, отличное. Отличное стихотворение. Я могу вам подарить его для вашей экскурсии. Отлично, заболел. Знаете, здесь мы... Клык. Сёрф. Сёрф. Говорят по-разному. Тут и говорили даже бутылка вина или болгарский перец. То есть ассоциации самые разные у людей. Но реально никто не знает, что это. Эй, и сам шеф не знает. Никто. Дело в том, что это и венецианское стекло. Но что изображает сия композиция, не скажет никто и никогда. Потому что таблички нет, ее никогда не будет. Это Венеция, это Япония. Да. Мы можем тут и представлять. Только абстракцию включать. А танцкую требует, чтобы каждый продукт искусства нес в себе посыл конкретный и четкий. Здесь его нет. Он не закреплен, он болтается. Можно качнуть. Но он очень хрупкий. А, венецианское спинно. Да, да, да. То есть это просто вещь ради вещи. Красивая, но не несущая никакого функционала. Класс. Будем думать, додумывать будем. Идем дальше, друзья. Какие-то интересные люди. Вот смотрите. Вот этот необыкновенный экспонат имеет название. Ого. Сисечный взрыв. Сисечный взрыв. Так, придется снять более подробно. Это ж, может поближе подойти? Да, да, конечно, можете поближе. Так, и что же это такое? Знаете, женская грудь – это важнейший орган для кормления детей. У другого функционала нет. Это все используют ее по другому функционалу. Это не просто сила, это флаг похоти. На нее клюют, понимаете? Это маркетинговый ход, потрясающий. На нее ловят, я бы так сказал. Да, ловят. И очень удачно. Это факт. Здесь проблема и мужчин. Я уверен, что мы с вами именно в том лагере. Конечно, абсолютно в том. Другой никогда в жизни не приду. Так, осторожно. Движемся дальше. Впереди нас ждет какая-то кошечка. Привет. А, вы попадаете у меня в кадр. Можно? Да, простите. Посмотри тоже. А вы пара? Кто? Вы друг с другом. Мы коллеги. А, ну вы не пара. Оператор и корреспондент. А, нет. Просто интересно было бы, да. Да, если бы такая сидела дома у вас. Да. Да? Да, абсолютно точно. Было бы очень оригинально. Вот, кто это? Это интересная такая кошка, но я вам объясню, зачем она здесь. Ага. Вы согласитесь, большинство мужчин согласятся с тем, что грудь красива. Но лапы страшные. Вы поверьте, для большинства мужчин это не так важно. Поскольку первичное желание, да, первичное желание тоже появилось. И страшные лапы отходят на второй план. И наши героини тоже это понимают, что ее инструмент сработал. Ее страшные лапы не так... Ой. А, хорошо, ладно. Что, это будущее. Все будут в будущем там... Там с инопланетянами, там, ну, пересекаться, типа, вот, с животными. То есть, философта вверху дает нам, закрывает нам глаза на уродство снизу, да? Опять философия? Вы знаете, скорее нашей природы. Окей, идем дальше. Становится все интересней. Заметьте, как живое. Как живое. А, сейчас. Можно даже ожидать, будто я глаза открою. Не запомнил. А, ну, не открою. Могут смотреть в другие дети. Ну, или мы не будем снимать ее с других видов. Плохого качества. Сейчас, одну секунду, друзья. Когда эти фотографии были в хорошем качестве, свежие, в них были запечатлены диктаторы в детские годы. Сталин, Гитлер, Муссолини. Эти люди ассоциируются со смертью. Но от них уже не убежать. И мы будем философствовать. Как победить страну. Я не знаю, что предлагаю. Не переживайте, с земли выйдем, с земли вернемся. Все, все из одного в другое, да. Есть только другого рода жизни, но нету смерти. Закон сохранения энергии. О, круто. Да, Шивыр, это же и бог, и разрушение их и созидание. А терминатор же делал то же самое. Он жил бы с богом. То есть он, по сути, как бы и наказывает, и помогает. И попоряд. Он, по сути, как бы и наказывает, и помогает. И попоряд. Вот такие вот у нас дела. Движемся дальше. Впереди нас ждет русалка. Да. Опять все то же самое. Прелесть. Прелесть. Ну, согласитесь, это же Анжелина Джоли или Джоли. Ну, ее по-разному называют. О, знакомые лица. Конечно. Здесь описывается проблема того, что ей любят подражать. Но подражать не ее таланту, а ее губам. Ну, она-то свое дело нашла в себе. Она нашла себя, а копируют ее части. Да, а копируют ее части. Это же предательство самих себя. Друзья, надо быть самим собой. Да, всегда самим собой. Поверьте, это гораздо лучше и качественнее. Она запомнит нами самими. Они теми, кому мы подражаем. А не те губы и все остальное, которое мы сделаем. Окей, круто. Поверьте, тут и прошлое, и настоящее, и будущее. Прошлое – это уже телевизор. И он, потому что, вообще, телевизор. Настоящее – это бренд Apple. А он актуалин как-нибудь. А в будущем здесь этот сын. Я, потому что неодно до Валентина, решил сделать 18-й год. Вот он всегда пухсиклозов. А на 17-м году сделали вот эту выставку. Не думай, детям понравится. Класс. Короче, смотрите, две решили нет. Я говорю, если, короче, две решили нет, то нам не приходят. Мы с вами самые актуальные. Мы здесь на ресурсах больше. Все? Да, уже кофе. Отлично. Огромное спасибо. Было очень интересно. И прям необычно. Пойду, пройдусь еще сам посмотреть и сделать какие-то свои собственные мысли, зарисовки. Удачи вам. Да. Друзья, продолжим. Вот у нас вопрос, какого числа. Продолжение следует.